Всем привет и с Новым Годом! А давайте из зимы на 5 минут вернемся в цветущее лето, где я покажу цветение сортовых симпервивумов. В народе это растение называют молодила. Это садовый суккулент, который прекрасно себя чувствует на солнечном цветнике и в глиняных и цементных плошках. Растение зимостойкое, засухоустойчивое, но цветет раз в жизни. Такие растения называют монокорпическими. После цветения розеточка молодила усыхает, оставляя после себя только деток. Цветы в основном розового цвета, у некоторых сортов белого и желтого. Выращиваю я молодила на южном цветнике под полным солнцем, среди низкорослых солнцелюбивых растений, например, котула хиспида, гвоздика бриллиант, различных седумов. В этом видео вы увидите как подрастающие растения, так и взрослые цветущие каменные розы с названиями. Основном немецких и английских сортов, которые я выращиваю из одной-двух покупных деток. Продают их коллекционеры с импервивумов, в частных объявлениях. А в магазинах на растениях редко указаны верно названия сортов. И такие растения считаются безымянными. Сначала молодила разрастаются до 5-10 штучек. И на второй-третий год самая крупная розочка формирует высокий цветонос и зацветает. В этом пластиковом кашпо посажены 5 сортов. Трое из них уже цветут. После цветения я удалю отцвевшие розетки. И в плошке останется еще место для роста деток. Периодически я проверяю такие густые посадки разных сортов, чтобы детки не смешивались между друг другом. В этом цементном кашпо растут безымянные с импервивумы. А здесь посажены новые сорта по 1-2 детки. Им нужно еще пару лет разрастаться. Как я сделала это цементное кашпо и посадила молодила, возможно, вы видели в моем предыдущем видео. Если нет, я оставлю на него ссылку в описании. Здесь пример того, как исчезают сорта из коллекции. Например, это новый сорт для меня Party Girl. Зацветает не успев размножиться, то есть не оставив после себя деток после цветения. Цветение нельзя никак не предотвратить, не прекратить, не спасти розеточку. В принципе, цветение это очень важный процесс, так как сорта скрещиваются между собой и селекционеры выводят новые гибриды, дают им красивые имена. Например, необычное для цветка название Blade of Steel, стальное лезвие или Old Coppa, старая медь, рядом калькореум Ирена, Griggs Surprise. Вот почему я люблю выращивать молодила в пложках, так как в цветнике, когда все разрастается и цветет, их сложно найти и заметить. Нужно действительно прореживать посадки и присматриваться. Очень легко теряются названия сортов, так как в саду работают птицы, они выкапывают розетки и разбрасывают их по цветнику. Также камушки с подписями разлетаются кто куда, и можно потерять таким образом название сорта, и он переходит в статус безымянного. Опознать разлетевшийся по цветнику сорта сложно, потому что в разном возрасте молодила разных цветов, также в зависимости от сезона и пасмурного или солнечного дня. Один и тот же сорт может быть и красным, и желтым, и зеленым, и синим. Сорт Illusion один из первых моих молодил, который я выращиваю из одной детки. Вот он разросся уже за 4 года и ни разу не цвел. А рядом новый сорт Shampoo. У него всего 4-5 деток и уже одна розеточка отцвела. Так она выглядит через месяц после цветения. Обычно корни уже отмирают, и такую розетку легко удалить, вытянув ее из почвы. Желтый окрас умолодил редко встречается. Это сорт Cremals Yellow. Желтые молодилы обычно капризные, медленно растут, разрастаются. Также нежелательно, чтобы эта розетка зацвела, оставив только 2 детки. Это за 2-3 года, конечно, не очень впечатляющий результат. 5 минут лета быстро пролетели, поэтому придется разделить этот видеообзор на 2 части. Вторая часть, где я продолжу показывать сортовые молодила с названиями, появится вскоре. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам нравятся каменные розы. И увидимся вскоре на моем канале Коллекционер цветов. Продолжение следует...